Всем привет! Сегодня у меня на обзоре LG G5, версия на Qualcomm 820. За девайс отдельное спасибо Антону. В этом видео у нас будет распаковка, внешний вид, а также поговорим подробно о экране. В следующем видео у нас будет производительность, автономность, камеры, звук, связь, ну в общем, как всегда. Давайте для начала поговорим о цене. Официально данный смартфон продается у нас в версии SE и 150 тысяч рублей, что я считаю неоправданно дорого. Там у нас стоит Qualcomm 652, который менее производительный в сравнении с 820. И это еще не все. Там, оказывается, стоит еще менее скоростная флеш-память. Здесь у нас стандарт UFS 2.0, собственно, такая же используется и в Galaxy S7. То есть скорость чтения достигает свыше 400 Мб в секунду, а в случае LG G5 SE там на скорость чтения будет где-то 200-250 Мб. Если говорить конкретно про данную версию смартфона, то у меня моделька с индексом H860, то есть это у нас Qualcomm 820. Стоит данная версия смартфона в Яндекс.Маркете на момент обзора от 34 тысяч рублей, что я считаю неплохо для флагмана. Ну, поэтому я и взял данный смартфон на обзор, чтобы посмотреть, что он себя представляет. Итак, давайте начнем для начала с распаковки и посмотрим на комплект поставки. Смартфон я уже достал. Мой вариант, скажем так, Space Gray, то есть темно-серый. В комплекте помимо смартфона идет инструкция, как видите, моделька H860. Также в комплекте идет белый кабель USB Type-C, кстати, версия USB 3.0 в смартфоне. И зарядное устройство с выходным током 5 В 1.8 А и 9 В 1.8 А. Вилка у нас американская. В смартфоне стоит аккумулятор емкостью 2800 мАч. Я проверил время зарядки от 0 до 100%. Смартфон заряжается за 1,5 часа. И также в комплекте у нас шли вот такие вот наушники. Давайте мы их достанем. Одна кнопка, ответы на звонок, микрофон. Ну, давайте перейдем к самому смартфону. Экран у нас имеет диагональ 5,3 дюйма. 2К разрешение, про качество поговорим чуть позже. Для начала давайте мы взвесим смартфон. Посмотрим, сколько у нас весит. Весит он 155 грамм. Кстати, по спецификациям 157. По внешнему виду это, конечно, все субъективно. Но мне нравится, как выглядит данный смартфон. По крайней мере, вживую он смотрится лучше, чем на картинках. Мне нравится, во-первых, то, что стекло у нас имеет закругление сверху. Очень прикольно, когда вы, допустим, вызываете шторку уведомлений. Реально очень приятно скользит палец. Здесь есть элефобное покрытие. По углам у нас стекло не имеет закругления. Что касается материалов. Ну, по ощущениям, это у нас пластик. Это действительно есть пластик. Внутри вроде как у нас металлический каркас. Но сверху нанесен слой пластика. То есть, руку не холодит. Ну, на практике, что я могу отметить? Отпечатки пальцев не видно. В руках не скользит. То есть, здесь поверхность довольно-таки шершавая. Немного смущает, как сделали две выступающие камеры. Кстати, о них. Слева у нас камера на 16 мегапикселей. Модуль AMX 234. Диафрагма здесь 1.8, как и в предыдущей модели. Справа у нас 8-мегапиксельная камера. Диафрагма 2.4. Для чего она нужна? Чтобы делать широкоугольные фото. Действительно, фото у нас получается довольно-таки широким углом. Здесь у нас находятся различные датчики. Есть светодиодная вспышка. Лазерный автофокус. И, как я понимаю, есть еще отдельный датчик. Это действительно работает. Проверял. Сравнивался Galaxy S7 Edge. В условиях плохого освещения, если мы фотографируем ту же траву, там цвета получаются тусклыми. Здесь же они приближены к реальным. И действительно, этот датчик работает. Ниже у нас сканер отпечатка пальца. Она же механическая кнопка. Что касается скорости разблокировки. В сравнении с Huawei мне показалось медленнее. Как таковых ошибок я не заметил. Разблокируется он не быстро. Есть задержка. Смотрите, я нажал. Пройдемся по органам управления. На левом торце у нас качелька регулировки громкости. Кнопка у нас вроде бы металлическая. Не болтается. Сверху у нас находится ИК-порт. Второй микрофон для шумоподавления. Здесь же у нас в краю разъем под наушники. На другом торце у нас находится слот. Формат nanoSIM. Один из слотов можно использовать под microSD карточку. Снизу у нас расположился динамик. Динамик, кстати, очень качественный. Громкость выше среднего. Даже присутствуют низы. Здесь же у нас USB Type-C и основной микрофон. И снизу у нас расположилась вот такая вот съемная часть. Как вы знаете, фишка данного смартфона заключается в том, что мы можем отдельно докупить качественный аудио-чип, либо аккумулятор на 1200 мАч вместе с рукояткой, либо второй аккумулятор. Идея полезная, но есть два минуса. Во-первых, эти модули стоят довольно-таки дорого. Прикольно было бы, если бы один на выбор шел бы в комплекте. Но нет, цена довольно-таки существенная. Если не ошибаюсь, отдельный аудио-чип стоит чуть ли не 10 тысяч рублей. Ну и второй момент, когда вы снимаете, меняете модуль, смартфон у вас выключается. Могли бы небольшой аккумулятор встроить где-нибудь внутри корпуса, чтобы не было такого безобразия. Здесь вы видите, у нас есть соответствующая кнопочка. Вы ее нажимаете и у нас как бы немножко отстегивается данный модуль. Прикладываем усилие и вытаскиваем аккумулятор на 2800 мАч. Сейчас, ну, что у нас внутри, можете посмотреть. Здесь у нас находятся контакты. Вставляется небольшим щелчком. Если внимательно присмотреться, то нижняя часть все-таки не плотно прилегает. Даже если я сильно надавлю. Есть у нас здесь небольшое отверстие. Также могу отметить, что нижняя часть относительно корпуса немножко утоплена. То есть, небольшой выступ есть. По сборке так вот в целом претензий нет. В плане того, что у нас ничего не скрипит, не продавливается. Единственный момент, немножко странно реализовали антенну. Как видите, у нас рамочка идет серебристая. А потом бац, вот так вот белый пластик. Как будто краска облезла. Выглядит реально неприкольно, но со временем на это не обращаешь внимания. По габаритам высота 149 мм, ширина 74 мм и толщина 7,7 мм. Давайте для сравнения мы возьмем тот же HTC 10. Сравним габариты. Напомню, здесь у нас экран 5,2 дюйма. Здесь экран у нас 5,3 дюйма. Насчет экрана. Опять же, включаем. Так как мы вытаскивали нижнюю часть. Здесь довольно-таки большие рамки. Что непривычно для LG. Как вы знаете, в предыдущих моделях LG старалась сделать узкие рамки. Но здесь, видимо, из конструктивных особенностей не получилось. Не смогла, что называется. Здесь вы видите индикатор пропущенных событий. Пока он включается, пару слов. Разговорный динамик очень громкий. То есть, на уровне HTC 10 никаких претензий к нему у меня нет. Насчет разблокировки смартфона и нахождения сканера отпечатка пальца снизу. Это реально не очень удобно, когда смартфон лежит на столе. Вы единственное, что можете, либо двойным тапом включить экран, потом уже ввести пин-код. Либо воспользоваться разблокировкой так называемым стуком. В определенной области, определенное количество. Но в любом случае, это реально не так удобно, как просто приложить палец на переднюю панель. Давайте мы его разблокируем и поговорим про экран. Экран у нас 5,3 дюйма. IPS-матрица. Разрешение у нас 2К. То есть, к плотности, понятное дело, нет никаких претензий. Что касается яркости. Здесь есть свои особенности. Во-первых, если вы убираете автояркость и делаете ее максимальной, то яркость становится в районе 400 кандел на метр квадратный. Она будет сопоставима с яркостью того же HTC 10. Но если вы делаете яркость на авторежиме, и, допустим, вышли на улицу, а там яркое солнце, то яркость повышается практически в два раза. До 800 кандел на метр квадратный. То есть, на солнце реально все прекрасно видно. Яркость с существенным запасом. Но такая особенность связана именно с автояркостью. Что касается работы автояркости, то могу отметить, что она работает похуже, чем в том же Galaxy S7H. Но, возможно, немножко лучше, чем на HTC 10. В любом случае, приходится ползунок подвигать туда-сюда. Минимальная яркость давайте вам покажу. Но тут, собственно, без каких-либо проблем. Она действительно у нас минимальна. Насчет рамочек. Давайте мы откроем какое-нибудь изображение, чтобы более наглядно вам показать. Допустим, вот это. Вот можете видеть, что у нас снизу черная рамка. Но давайте перейдем непосредственно к самому экрану. Моменты, которые хочу отметить. Во-первых, почему-то нету здесь настройки цветовой температуры. Она здесь явно не помешала бы. Итак, что касается непосредственно качества экрана. Я сравнил данный экран с экраном HTC 10. В случае HTC 10 был выбран профиль sRGB. Итак, что я заметил? Во-первых, если говорить о цветовой температуре, здесь она явно завышена в районе 8500 Кельвинов, что называется в лучших традициях Sony. О чем это нам говорит? А говорит это нам о том, что изображение у нас начинает холодить. Идеальная цветовая температура белого у нас считается в районе 6500 Кельвинов. Почему взята именно эта цифра? Это связано с тем, что именно такой цветовой температурой характеризуется солнечный свет. То есть он является более естественным и привычным человеческому глазу. А здесь же у нас 8500 Кельвинов. И я не знаю, как камера передаст, но изображение реально довольно-таки холодное. Здесь белый цвет в сравнении с тем же HTC 10 даже не синит, а начинает зеленить. Это заметно на белом фоне. Если мы говорим про насыщенность, то здесь цветовой охват высшей зоны с RGB, ну, в принципе, как и в HTC 10. В принципе, вот особых претензий к тому, что здесь довольно-таки насыщенной цветопередачи у меня нет. Хоть и красный насыщенный, но смотрится он действительно неплохо. Что касается углов обзора, понравилось то, что картинка не инвертируется. Также могу отметить, что под углом она не желтит, не фиолетит. И могу отметить очень хорошую контрастность. Если посмотреть на черный цвет под углом, то он практически совпадает с черным цветом HTC 10. Как видите, он не превращается в светло-серый фон. Но из минуса могу отметить довольно-таки существенные засветы. На практике днем вы их, конечно, не увидите. Их можно увидеть только ночью. Но обычно подобный косяк встречается на недорогих китайских смартфонах. Странно видеть именно вот такие засветы в данном телефоне. В целом экран, можно сказать, неплохой. Если бы, во-первых, можно было изменить световую температуру, она здесь явно завышена. Но на практике экран обычному пользователю понравится. Повторюсь, здесь отличная максимальная яркость на солнце. Под углом картинка никак не инвертируется. Даже очень хороший черный цвет. Но если рядом у вас будет айфон, либо другой смартфон, вы сразу заметите, что здесь белый цвет зеленит. Ну, в общем, такой нюанс, что касается непосредственно качества экрана. Давайте я всё-таки в этом видео немножко затрону тему производительности и расскажу пару слов о железе. Как я говорил, здесь у нас версия Qualcomm 820. Это четырёхъядерное решение. Первые 2, 1,6 ГГц. Вторые 2,1 ГГц. Техпроцесс 14 нанометров. Работают все ядра. Версия Android 6.0.1. Прошивка стоит последней на момент обзора. И давайте посмотрим, сколько у нас доступно памяти. А доступно у нас 2 ГБ. Опять же, неплохо. Претензий к работе оперативной памяти у меня нет. Приложение держит хорошо фоне. И со временем вроде бы ничего у нас не утекает. По флеш-памяти. Это результат на LG G5 SE. Можете посмотреть значения. Чтение 240. Запись 120. Случайное чтение 18. Случайная запись 7,4 МБ. А теперь давайте посмотрим результаты на данном смартфоне версии Qualcomm 820. Здесь у нас скорость чтения 444. Скорость запись 137. Случайное чтение 87. Случайная запись 16. Результаты сопоставимы с тем же Galaxy S7 Edge. Показания у нас в принципе стандартные для Qualcomm 820. 2200, 5200. Со временем результат практически не падает. Но если мы говорим про Antutu, на холодном смартфон показывает результат практически 114 тысяч баллов. Обратите внимание на показания 3D и процессора 29. Следующий прогон баллы заметно падают до 95 тысяч. Как видите у нас 3D. 42 до 28. Ну, КПУ немножко опустилось. И тут я могу отметить, что уже последующие тесты показания практически не изменяются. Даже немножко подрастет результат. Но как видите, все-таки именно видеоускоритель немножко тротлит. Видимо сбрасывается его частота. Тест GFX Bench опять же провел 3 раза. Первый проход 10, 14, 25 и 36 фпс. И третий проход у нас уже 6,8, 9,6, 19 и 31 фпс. Как видите, у нас показания немного опускаются. Производительности в играх я уже расскажу в следующей части обзора. Но в этой части давайте я все-таки вам еще расскажу про скорость работы в интерфейсе. Здесь проблем я не заметил. Во-первых, запускается приложение быстро. В скролле также все у нас замечательно. Опять же, смотрите, в 60 фпс. Давайте Google+. Опять же, довольно-таки быстро у нас запускается приложение. Скролл. Как видите, даже с первого раза заметных рывков нет. Но я бы даже сказал, что именно в Google+, LG G5 чуть быстрее, чем HTC 10. Камера. Ну, про нее уже в следующей части. Play Market. Давайте проверим скролл. Опять же, я не знаю сейчас, как камера передаст. Но давайте откроем тот же Twitter на HTC 10. Яркость. Также на максимум. Ну, здесь он ближе к белому цвету. А здесь он какой-то зеленоватый оттенок. Ну, пожалуй, все. В следующей части мы поговорим о производительности в играх. Также поговорим о камере, автономности. И расскажу вам про звук в наушниках и непосредственно качество приема сигнала. Все. Всем спасибо за внимание. Это была распаковка LG G5. Наушниках. Субтитры создавал DimaTorzok